Мой маленький друг Продолжаю тебя про доктора Айболита и его друзей. Послушай. Ты помнишь, они плыли на корабле в Африку, чтобы вылечить больных обезьян. Но тут поднялась буря, дождь, ветер, молния, гром. Волны сделались такие большие, что на них было страшно смотреть. И вдруг раздался ужасный треск, и корабль наклонился набок. — Что такое? Что такое? — спросил доктор. — Кораблекрушение! — закричал попугай. — Наш корабль налетел на скалу и разбился. Мы тонем. Спасайся, кто может. — Но я не умею плавать! — закричала Чичи. — Я тоже не умею! — закричала Хрю-хрю. И они горько заплакали. К счастью, крокодил посадил их на свою широкую спину и поплыл по волнам прямо к берегу. Ура! Ура! Все спасены! Все благополучно добрались до Африки. Но их корабль погиб. Огромная волна налетела на него и разбила в мелкие щепки. Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет. И что они скажут моряку Робинзону? Становилось темно. Доктор и его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и устали. Но доктор не думал о отдыхе. Скорее! Скорее вперед! Нам нужно торопиться! Нужно спасти обезьян! Бедные обезьяны больны. И они ждут, не дождутся, чтобы я вылечил их. Тут к доктору подлетела сова-бумба и сказала испуганным голосом. Тише! Тише, тише! Кто-то идет. Я слышу чьи-то шаги. Все остановились и прислушались. Из лесу вышел какой-то лохматый старик с длинной седой бородой и закричал. Что вы тут делаете? И кто вы такие? И зачем вы сюда пришли? Я доктор Айболит, сказал доктор. Я приехал в Африку, чтобы вылечить больных обезьян. Ха-ха-ха-ха-ха! Засмеялся лохматый старик. Вылечить больных обезьян? А знаете ли вы, куда вы попали? Не знаю, сказал доктор. Куда? К разбойнику Бармалею! К Бармалею! Воскликнул доктор. Бармалей самый злой человек на свете. Но мы лучше умрем, а не сдадимся разбойнику. Бежим скорее туда, к нашим больным обезьянам Они плачут, они ждут, и мы должны вылечить их Нет, сказал лохватый старик и захохотал еще громче Вы отсюда никуда не уйдете Бармалей убивает каждого, кто попадет к нему в плен Бежим, кричал доктор, бежим, мы можем спастись Мы спасемся Но тут появился перед ними сам Бармалей И, размахивая саблей, закричал Эй, вы, мои верные слуги, возьмите этого глупого доктора Со всеми его глупыми зверями и посадите в тюрьму за решетку Завтра я разделаюсь с ними Подбежали злые слуги Бармалея, схватили доктора, схватили крокодила, схватили всех зверей и повели их в тюрьму Доктор храбро отбивался от них Звери кусались, царапались, вырывались из рук Но врагов было много Враги были сильные Они бросили своих пленников в тюрьму И лохматый старик запер их там на ключ А ключ отдал Бармалею Бармалей унес его и спрятал у себя под подушкой Бедные мы, бедные, сказал Чичи Из этой тюрьмы нам не уйти никогда Стены здесь крепкие, двери железные Больше мы не увидим ни солнца, ни цветов, ни деревьев Бедные мы, бедные Свинка захрюкала, собака завыла А крокодил заплакал такими большими слезами, что на полу сделалась широкая лужа Но доктор сказал зверям Друзья мои, нам нельзя унывать Мы должны вырваться из этой проклятой тюрьмы Ведь нас ждут больные обезьяны Перестаньте плакать Давайте подумаем, как нам спастись Нет, милый доктор, сказал крокодил И заплакал еще сильнее Спастись нам нельзя Мы погибли Двери нашей тюрьмы сделаны из крепкого железа Разве мы можем разбить эти двери? Завтра утром чуть свет к нам придет Бармалей И убьет нас всех до одного Утка Кика захныкала, Чичи глубоко вздохнула Но доктор вскочил на ноги и воскликнул с веселой улыбкой Все же мы спасемся из этой тюрьмы И он подозвал к себе попугая коруда И что-то шепнул ему Шепнул так тихо, что никто, кроме попугая, не слышал Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал Хорошо А потом подбежал к решетке Протиснулся между железными прутьями Вылетел на улицу И полетел к Бармалею Бармалей крепко спал у себя на кровати А под подушкой у него был спрятан Огромнейший ключ Тот самый, которым он запер железные двери тюрьмы Тихо-тихо подкрался попугай к Бармалею И вытащил из-под подушки ключ Если бы разбойник проснулся Он непременно убил бы бесстрашную птицу Но, к счастью, разбойник спал крепким сном Храбрый коруда схватил ключ И полетел, что есть силы, обратно в тюрьму Ух, какой тяжелый этот ключ Коруда чуть не выронил его по дороге Но все же долетел до тюрьмы И прямо в окно к доктору Айболиту Вот обрадовался доктор, когда увидел, что попугай принес ему ключ от тюрьмы Ура! Ура! Мы спасены! Крикнул он Бежим скорее, пока Бармалей не проснулся Доктор схватил ключ Открыл дверь И выбежал на улицу А за ним все его звери Свобода! Свобода! Ура! Скорее! Скорее к больным обезьянам! Субтитры создавал DimaTorzok